Привет, друзья! Какими бы крутыми ни были защитники команды, иногда они могут допускать ошибки. И тогда судьба эпизода, а то и всего матча, зависит только от игры голкипера. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня для вас я подготовил интересные случаи в футболе, в которых ключевую роль сыграли именно вратари. Поехали! В розыгрыше английской премьер-лиги сезона 2017-18 года долгое время реальными претендентами на победу были лишь две команды из Манчестера, которые быстро ушли в отрыв от остальных клубов. В очной встрече между соперниками, которая проходила на Олд Траффорде, победу праздновали гости из Сити. Немалую роль в этом сыграл вратарь горожан Эдерсон. В одном из моментов бразилец потащил удар с близкого расстояния от Ромелу Лукаку, а затем и не дал отличиться Хуану Мати, который оказался первым на добивании. Всем нам знакомы фирменные скоростные проходы в исполнении Эдена Азара, которые обычно заканчиваются точными ударами бельгийца. Обычно, но далеко не всегда. В матче Челси и Манчестер Юнайтед в сезоне 2014-2015 года «Десятка синих» обыгрался с Дидье Дрогба, а, получив пас в ответ, проскочил между двумя защитниками дьяволов и вышел на свидание с Давидом Дехеа. Сильный удар в ближний угол и вместо того, чтобы праздновать забитый гол, Азар хватается за голову, не веря в то, что испанский вратарь смог спасти ворота и отразить его выстрел. А вот как стоял на воротах еще один легендарный вратарь МЮ. В своих интервью сэр Алекс Фергюсон не раз подчеркивал, что Петер Шмейхель являлся самым сильным стражем ворот, с каким ему приходилось работать. Да и нынешний наставник команды Улли Гуннер Сульшер, который еще в своем юном возрасте выходил на поле вместе с легендой, не раз признавал высокий класс датчанина. Сам Петер говорил, что в детстве также занимался гандболом. Эти навыки ему явно пригодились, ведь вот этот сейв, который Галкипер совершил после ошибки своего защитника, был явно не в футбольном стиле. Кстати, друзья, а много ли вы знаете футбольных семей, где на высоком уровне выступали отец и сын? Ведь наши герои как раз и являются такими. Конечно, по количеству завоеванных трофеев и титулов Касперу Шмейхелю очень далеко до своего отца, но золотая медаль чемпионата Англии в составе Лестера это также немалый повод для гордости. Даже выступая в чемпионшипе, Кипер демонстрировал свой высокий класс. Например, в матче с Лидсом непростительно грубо ошибся защитник Лис, который вывел нападающего соперника один на один с собственными воротами. Как видите, победителем этой дуэли оказался как раз Шмейхель. Ребята, а сейчас я хочу порекомендовать футбольный канал моего друга «Жираф Пике». Зайдите, оцените контент и, если вам понравится, подписывайтесь на канал «Жираф Пике», и он точно вас порадует качественными видосами. В прошлом сезоне Милан и Рома до последнего вели борьбу за место в первой четверке, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Как вы знаете, в итоге команды финишировали на пятой и шестой строчке турнирной таблицы соответственно. Причиной этой неудачи стало большое количество ничьих, причем римский матч между командами также не выявил победителя. Конечно, «Волки» очень хотели выиграть, но столкнулись с блестящей игрой Джан-Луиджи Доннорумы. По ходу одной из атак хозяев поля, вратарь красно-черных сумел сначала отбить удар головой от Патрика Шика, а затем и добивание от Эдди на Джеку. При этом больше всех пострадал Олессио Романьоли, который получил по ногам от своего же партнера по команде. Вот такой интересный момент можно было наблюдать в матче минувшего розыгрыша Лиги чемпионов между Монако и Брюге. Вся защита гостей решила сыграть в догонялке с Юри Тилимансом, который получил мяч еще перед штрафной линией. Полузащитник без особого сопротивления со стороны четырех игроков Брюге смог добежать до вратарской и нанести удар. В отличие от своих партнеров, галкипер бельгийского клуба Итан Хорват сыграл надежно и своим сейвом прекратил это безобразие. Но иногда свой скилл вратари демонстрируют и вдалеке от собственных ворот. В матче Лиги чемпионов против Батте первый номер Барселоны Марк Андре Терштеген не побоялся вступить в борьбу с нападающим соперника в районе углового флажка. При этом Страж Ворот спокойно поставил корпус и вышел победителем из вот такой не совсем типичной для галкипера ситуации. Да, этот парень может удивлять не только своими феноменальными сейвами. Ну как не поставить ему лайк за такую игру, друзья? Традиционный Ювентус имеет самую крепкую оборону в серии А. Но и у туринской команды бывают матчи, в которых Джорджу Келлини и компании выглядят не самым лучшим образом. Вот и в гостевой игре с Болонией минувшего сезона возле ворот Ювентуса можно было увидеть немало опасных моментов. К счастью для болельщиков черно-белых, отличный матч тогда выдал Мати Аперин. В одном из игровых эпизодов голкипер сначала вытащил мяч из самого угла своих ворот, а затем и не дал сопернику отличиться на добивании. Кейлор Навас провел в мадридском Реале пять лет и за это время выиграл в составе клуба немало престижных трофеев, среди которых и три кубка победителя Лиги чемпионов. Несмотря на первый номер на футболке, сегодня Навас не только не может похвастаться местом в основном составе сливочных, но и фактически не нужен ее главному тренеру. И это благодарность за вот такие сейвы? В матче с Атлетиком грубая ошибка Рафаэля Варана могла привести к пропущенному голу, но Кейлор еще раз продемонстрировал всем свой высокий класс. Жаль, если такой вратарь будет полировать скамейку запасных. Может, ему самому стоит задуматься о смене клуба? Как думаете? Вот так в свое время поступил Сальваторе Сиригу. Долгое время итальянец был основным голкипером в ПСЖ, но летом 2017 года вратарь и парижане расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего Сиригу сначала выступал в Испании, а затем вернулся на родину, где и защищает цвета Торино. Но парижские болельщики точно с теплом вспоминают Сальваторе, ведь его надежная игра на последнем рубеже позволяла сохранять свои ворота в неприкосновенности даже вот в таких эпизодах, которые создавали для своих соперников сами защитники столичного клуба. В одной восьмой финала Лиги чемпионов сезона 2015-16 года встречались Барселона и Лондонский Арсенал. Это противостояние оказалось фатальным для канониров, проиграв оба матча, они покинули турнир. Немалая вина в этом лежит на защите команды, которой практически беспрепятственно позволяли атаковать свои ворота. Вот и сейчас оборонцы пропустили заброс в штрафную на Лионеля Месси, который оказался просто на убойной позиции. Но вот переиграть вратаря Арсенала Давида Аспину аргентинец не смог, хотя и пробивал, как говорится, наверняка. Друзья, а кто из вас помнит то время, когда Мануэль Нойер еще выступал за Шальке? В 2011 году Кобальтовы сумели дойти до полуфинала Лиги чемпионов, что и по сей день является лучшим достижением команды. Конечно, та встреча с Манчестер Юнайтед закончилась для клуба из Гельзенкирхена двумя поражениями, но для Мануэля это был отличный шанс проявить себя. Возможно, именно после вот этого сейва, после удара Уэйна Руни, руководство Баварии приняло решение о необходимости подписания контракта с игроком. Конечно, штрафной удар — это не пенальти, когда вратарь остается один на один с пробивающим, но для многих футболистов стенка или какие-то 25-30 метров отнюдь не являются непреодолимой преградой. С этим категорически не захотел мириться Джо Харт, выступающий в то время за Манчестер Сити. Голкипер в фантастическом прыжке вытащил из-под перекладины удар со штрафного в исполнении соперника из Вестхэма, заставив хвататься за головы всех игроков-молотобойцев. Но для некоторых вратарей и пенальти не становятся проблемой. Например, для Антони Лопеша. В матче против ПСЖ страж ворот Леона перевел в перекладину выстрел Эдисона Кавани, а затем опередил Неймара и забрал мяч в руки. Конечно, уругвайский нападающий потом еще пытался доказать судье, что мяч все же пересек линию ворот, но безрезультатно. А вот такой крутой сейв удался голкиперу мадридского атлетико Яну Облаку. В матче против Бетиса защитник матрасников, прерывая навес в штрафную, сбросил мяч как раз под удар сопернику. Последовал плотный удар с линии штрафной. Но вместо ликования пробивающий только печально вздохнул, ведь Облак в прыжке сумел перевести круглого на угловой. Кстати, а вы знали, что именно Ян уже 4 сезона подряд становится обладателем трофея имени Рикардо Саморы, как голкипер, который имеет наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру? Да, его так просто не пробить. Я даже не представляю, что услышали о себе защитники французского Монпелье от собственного голкипера после вот такого ляпа. Позволить расстреливать свои ворота буквально с пары метров на такой подвиг способен далеко не каждый. Хотя в шоке после всего этого находился даже повидавший многое Марио Болотелли, ведь именно его добивание также отразил страж ворот. Конечно, уже стартовал новый Еврокубковый сезон, но я до сих пор вспоминаю голы и сейвы, которые не так давно подарили нам лучшие команды, выступающие в розыгрышах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Особенно удались на славу полуфинальные матчи обоих турниров. Например, захватывающие противостояния Челси и Айнтрахта. Без сомнения, одним из лучших среди игроков обеих команд можно назвать голкипера аристократов Кепу Арисабалагу. Я не буду напоминать о тех мячах, которые испанский страж ворот взял в послематчевой серии пенальти. Но еще в основное время Баск вытащил из девятки выстрел в исполнении Дании Дакосты и спас свои ворота. В нынешнем сезоне Челси будет выступать уже в Лиге Чемпионов, так что вскоре мы вновь увидим эффектные сейвы в исполнении Кепы. А на сегодня это все, друзья. Игра какого из голкиперов вам понравилась больше всего? Пишите свои комментарии. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До скорого!